Всем привет! Меня зовут Павел Билинский и сегодня мой уложик начинается со второй половины дня, потому что первую половину дня я занимался всем чем мог. Короче, сегодня еще заработал немножко денег. Вот, повесил гордину. Не гордину, подожди, как же она? Раллейная штора. Вот так это называется. Вот, сегодня повесил раллейную штору, заработал за это 500 рублей. Вот, должен был иметь возможность, ну хотели, короче, перевесить еще дверь на холодильнике, не получилось. Увы, так бывает. Вот вам, кстати, совет на будущее. Если вдруг покупаете какую-то технику, неважно, холодильник, микроволновку и что-нибудь еще, не забывайте, что все, что идет с ней в комплекте, необходимо, блин. То есть, если у тебя идет не только инструкция, гарантийник, а еще и какие-нибудь болтики, шурупчики и так далее, это не просто так сделано. Значит, это когда-то пригодится. И вот в этот же раз так и произошло. Заказчица решила перевесить дверь, а детальки реально не было. Я смотрю комплектацию в магазине этого холодильника, а в комплекте идет сразу же эта специальная петелька, она идет сразу вместе с инструкцией по применению. И все, теперь нужно звонить по сервисным центрам, попрашивать людей, ремонтников и так далее. Ну, то есть, искать эту деталь. И вроде деталь такая себе не о чем. Ну, чтобы ее найти, нужно не хиленько постараться. Не, а то ладно. Короче, в Петербурге живет мой земляк. Вот. Мы с ним не часто, но все же общаемся. У него своя студия звукозаписи. И у него большие проблемы с фоном. Так вот. Эти проблемы нужно попытаться устранить. Что делать? Есть несколько проблем, по которым в вашей студии может... А, и как, кстати, как выражается фон? То есть, реально все усилители, гитары и все остальное ловят радио. То есть, как только чуть-чуть добавляешь громкость и все. Радио, здравствуйте. И тут то, что во всем этом оборудовании очень катушек. Ну, мягко говоря. Короче, все это дело является огромной огромной антенной. Что делать? Есть очень много нет, давайте я не буду. Немного спустого отнесло решительно. Самое первое и самое главное это полное заземление каждого оборудования всего в студии. То есть, ввиду того, что у нас нету как такового заземления в России. Ну, то есть, в большинстве случаев у нас нет отдельной земли. То есть, ноль фазы земля. У нас везде идет заануление. То есть, земля и ноль является одним целым. таким образом. Таким образом, то, что у вас земля есть, ее нету, это похер вообще. То есть, как это узнать, есть ли у вас выделенная земля или нет. Берете мультиметр, суете щуп, один фазный, ну, узнаете, логично. И другой на ноль. Смотрите, у вас получается 220. Тыкайте на землю, смотрите, ничего, все, у вас выделенная земля. Вот, все. Если вы тыкаете на нем тоже 220, здравствуйте, значит, это одно и то же. Либо вы берете земляной, то есть, контакт, и впихаете в контакт с нулем, допустим, в режиме прозвонки. И видите, что у вас короткое замыкание, у вас зануление. Какой от этого минус или какой от этого плюс? Первое. Не буду вдаваться в подробности, смысла в этом нет, но для вас очень плохо, потому что у вас нет земли. Всему накопившемуся потенциалу некуда деваться. Всем дополнительным наводкам, всем исключительно реактивным накопившимся энергиям ввиду работы всяких электрических двигателей просто некуда уходить. У вас есть только фаза. и грубо говоря ноль. Земля это так чисто по факту. Это грустно. Что можно сделать иначе? Нужно изначально устраивать отдельный контур земли, заземления. Как он может выглядеть? Ты берешь штырь, реально забиваешь его в землю в землю и от штыря уже проводишь. Ну то есть этот штырь нужно загнать хотя бы на метр в землю. Таким образом ты создаешь некоторое подобие нормального земляного контура. И это тебе поможет? Да, это будет не супер крутой земляной контур, но по крайней мере это будет лучше, чем никакого. как это примерно должно выглядеть получше всего. Сейчас будет картинка у вас на глазах. То есть это реально нужно взять, сделать из этого маленький заборчик или квадратик и закопать его в землю, чтобы было равномерное растекание. Вот, и желательно в центральную точку сделать провод, по которому будет уже проходить заземление. Контур должен выполняться из достаточно толстого материала. Ну, собственно, есть книжка, называется Пуя правила устройства электроустановок, где четко написано как, на какое напряжение, на какие токи и как должен выглядеть ну, короче, сечение и так далее. Все находится там. По итогу, если вы делаете для одной квартиры, то вам хватит одного штыря забитого вглубь. Как можно сделать примерно хотя бы в таких среднячковых домах или в капитальных домах или в городах. Берете перфоратор, берете длинный бур хотя бы на метр и херачите свой пол где-нибудь в углу. Дохерачили до конца, бахнули туда железный штырь хотя бы метр на полтора, добили его до конца, обратно засыпали, забыли. Все, поздравляю. К этому штырю берете нарезаете на нем резьбу под две гайки, ну, либо сваркой это все дело реализовываете и все, у вас есть контур заземления, все рады. И фон хорошенечко уходит. Второй вариант борьбы, если у вас есть выделенная земля, но фон все равно создается, значит у вас есть земляная петля, она производится из-за неправильного разведения точек заземления от всех электроприборов. Если каждый электроприбор заземляется со своего места, таким образом происходит емкость и благодаря этому наводится куча фонов, ловится радио и так далее. Различного рода обратные не спроектированные связи и таким образом появляются шумы, свисты и так далее. Как это можно проверить или как это можно исправить? Как исправить? Вы берете все свое оборудование, которое у вас есть, которое так или иначе относится к работе со звукозаписью или шумом и запитываете от одной розетки. То есть вы в одну розетку вставляете удлинитель и в него подключаете все. 8-10 штепсельных вилок неважно в одну точку. Если пропало все, молодцы, если не пропало, то несколько вышеупомянутых вариантов вам помогут. И это Вечерний Невский. Что ж, подшабашил опять немножко. Короче, предвидится ближайшее время две интересных темы. Первая, он сначала попробует сделать, ну, притащить глушилку для радио. Стоит дорого, но потестить нужно. То есть по факту. Приносим глушилку, ставим, смотрим. Если глушит, а у них ловит всегда одно и то же радио. Ну, это логично. Вот. Если не работает, значит, берем дрель, в углу сверлим глубокое отверстие, примерно где-то на метр в глубину. Берем штырь нормальный, толстый, десятку, двенашку, может даже потолще. И бахаем это все метр на полтора вглубь. Там, в принципе, изолируем, подвариваем к нему огромный болт и полностью перебираем вообще абсолютно всю электросеть. Вот. Изолируем полностью землю от земли, которая идет от щита. И делаем все качественно и по-человечески. То есть на этой земле завязываем абсолютно все. Вот. Работы будет много, работа будет сложной. Еще также по его студии нужно будет кинуть нормальную длинную медную ленту заземления. Ну, типа, а что делать? Все оборудование нужно будет заземлить. Но, по крайней мере, больше разговоров о фоне не будет. Так что вот, что нас ждет меня и его как-то так. Собственно, я вышел из его студии. Кстати, если кому-то нужна охеренная репетиционная студия, качественно записать свое рок-музло, да и даже не рок, а также хип-хоп, рэп и так далее, R&B, не важно. Есть в Питере, прямо на Казанской 7, прямо в самом центре Петербурга есть студия под названием Overdose. Overdose студия, это классные ребята, ламповая атмосфера, шикарный аппарат, великолепное качество записи живых барабанов, хорошие усилители, великолепный усилок для баса, пробовал, великолепная штука. Так что Overdose студия, если вам нужна репетиционная или записывающая студия, Overdose это лучший для вас выбор, если вы хотите за адекватные деньги записать великолепно звук. Так, а в данный момент я двигаю в сторону Владимирской, там встретимся с моей девушкой, зайдем в одну очень крутую китайскую чуфалинку, там где кормят не особо дорого, но при этом очень вкусно и очень много, так что с одной порцией реально можно наесться двум, а порции например с порцией мяса можно упороться трем, причем реально абсолютно адекватные цены, ну да, типа ценник одной тарелки, типа как минимальный комплексный обед, но это очень вкусно, и у вас никогда не будет после этой жрачки изжоги и любых других неприятностей, ну что, так, да, действительно, вот так вот находишься в каких-то критических ситуациях, когда нет возможности работать на обычной работе, но при этом каждый день ты там 500 рублей заработаешь, там 500, там 1000, и в конце концов такой думаешь, что слушай, а на самом деле это не все так уж и плохо, как это выглядит изначально, потихонечку как-то деньги зарабатываются, на днях, короче, начну агрессивно раскидывать свои объявления, типа электрик, сантехник, вот, покажу, что я раскидываю, куда я кидаю, как это выглядит, и буду тогда рассказывать вам, что получилось, какие выводы, сколько пришло людей, допустим, по сарафану, сколько по рекламе, ну и тому подобное, и вот, допустим, например, гордины, гордины, или, допустим, ралетные шторы, ну я, в принципе, не вешаю, то есть в основном, если я работаю, то работаю электриком, но в последнее время я уже, ну практически ни от какой работы не отказываюсь, и вот, например, что-то сделал по электричеству, перевесил, например, двери на холодильнике, да, сделал ралетные шторы, отремонтировал эти подъемные двери, ну вот, гордины повесил, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и по сути, слушай, полторы, две с половиной тысячи выходят, например, там дверь в холодильнике перевесить полторы, да, мало кто согласится, но оно стоит денег, а, как говорится, деньги не пахнут, так что вписываюсь, ребята, вписываюсь в любую движуху, ничем не стремаюсь, и все не так уж и плохо, как выглядело изначально, на самом деле, вот, так, тем временем я дошел до Владимирской тире Достоевской, так, на всякий случай, на секундочку, вот так вот, вот так вот, так, кстати, пока мы здесь, подписывайтесь на мой резервный стрим канал, на основном канале в ближайшие три месяца, как минимум, до июня точно не будет, поэтому подписывайтесь на резервный стрим канал, вот, не забывайте подписываться на Twitch, в мой ВКонтакте, не знаю, кому удобно, подписывайтесь и на Перископ, и на Одноклассники, если кто-то там находится, каждую из этих платформ, YouTube, Twitch, ВКонтакте, Перископы, Одноклассники, я всегда транслирую все мои стримы, всегда сразу в пять мест, вот, про основной канал, на основном канале ничего не изменится, кроме отсутствия стримов, второй канал будет чисто под стримы, вот, то есть, чат-рулетка, игры и так далее, мне уже, ну, в последнее время все чаще пишут люди, которые говорят, что, типа, мне нравится чат-рулетка, но основной твой род деятельности мне неинтересен совершенно, другие пишут, типа, чувак, мне интересно смотреть твои игры, но совершенно мне неинтересна чат-рулетка, типа, и ты забиваешь мою ленту своими оповещениями, ввиду этого уже давно витала в воздухе идея разделить каналы на стрим и на основной, допустим, поэтому приходите на стрим-канал, чат-рулетка, игры будут именно там, то есть, 100%, на основном канале вся офф-информация, мои влоги, любые другие, допустим, советы, рассказы, работа, байки, собеседование и так далее, все будет на основном, вот, обязательно, еще раз, контакт, твич, перископ, стрим-канал и одноклассники всегда в пять платформ одновременно транслируются абсолютно на все одновременно стримы, вот, но ютюб является приоритетным, почему? Потому что для того, чтобы читать чат, сейчас, ребят, для того, чтобы читать чат, нужен дополнительный монитор, дополнительный монитор, пока для меня непозволительная роскошь, с учетом того, что я и вот-вот потеряю свой основной монитор, потому что он реально хочет сломаться в последнее время, и это жестко, блядь, надо было перейти заранее дорогу, это жестко, штука, о, нормально, сейчас перейдем, перебежим даже, вот, все, не делайте так, не переходите дорогу в неположенном месте, это некрасиво, и это штраф, так что, такие истории, богема, так, через секундочку, сейчас забежим в чуфалинку, вот вам, покажу местечко, очень аутентичное, ничего интересного, но там реально работают самые настоящие китайцы, которые по-русски практически не говорят, серьезно, и вкусно готовят, что важно, и вкусно готовят, ознакомьтесь далее если вы хотели увидеть дашу вот это что-то многие спрашивают где даша когда же выглядит тогда